Метаболизм 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 Он считал, что скудная диета, неадекватная, может стать причиной ухудшения состояния больных, как при острых, так и при хронических состояниях. То есть довольно давно медицина начала задумываться о том, что пациента, который болеет, больного человека тоже надо кормить. Не только какие-то разные травы, препараты давать. С чего начинается вообще история искусственного питания. Пациентов, естественно, до этого кормили. Но искусственное питание берет свое начало в среднем в 1793 году. Английский хирург Хантер предложил вводить смесь натуральных продуктов через желудочный зонт. Желудочный зонт был создан из китового уса. Далее такая длинная, достаточно упругая трубка, из которой внутренности очищались. Вставлялся в желудок, точно так же, как наш с вами современный силиконовый зонт. И в него вводилась смесь яиц, муки, сахара, молока. Паранатуральное питание. Впервые укаменание паранатурального питания. То есть питание, которое идет вне желудочно-пищечного трактора, напрямую. В кровеносную систему человека впервые. Было спустя практически 100 лет. В 1773 году канадский врач Хантер внутривенно молоко ввел больному холиаре. Причем сделал это успешно. Там, насколько я помню, около 80 пациентов было накормлено таким способом. Выжило только 4. Но, тем не менее, это первое упоминание о паранатуральном питании. Что же такое метаболизм? Метаболизм, в классическом его понимании, это процесс обмена химических веществ. Для поддержания жизни в организме. Метаболизм у нас делится на две основные стадии. Катаболическую катаболизм, в ходе которого происходит разрушение основных органических соединений до более простых. И анаболическую анаболизм, в ходе которой происходит, собственно, синтез наших с вами белков. То есть организм разрушил сначала до более простого органического соединения, которое поступило к нему. Желудочно-пищечный тракт. И затем начинает синтезировать затраты уже энергетических ресурсов в свой собственный. То, что я, собственно, здесь сказал. Разрушение сложных органических веществ до более простых. В ходе анаболизма происходит синтез белков, сахаров, липидов с обязательной затратой энергии. В целом, безусловно, еще есть несколько понятий на эту тему. Потому что мы с вами не постоянно принимаем пищу. То есть сейчас мы все с вами сидим и находимся в такой легкой катаболической фазе. Идет разрушение собственных запасенных энергетических субстратов для обеспечения организму в течение вот этого времени необходимой энергии. Как только катаболическая фаза прошла, нам будет необходимо принять пищу еще раз. То есть запустить заново систему анаболизма. Объединив все понятия метаболизма. Метаболизм – это процесс производства энергии субстратов, представленных в основном в виде жиров и углеводов. Или спирта. На самом деле, один из наиболее эффективных энергетических субстратов дает очень хороший эффективный выход энергии, большое серьезное создание. Ну, в общем, все прекрасно представляете, когда человек примет этот энергетический субстрат. Он довольно активный, довольно такой. Энергия из него, как говорится, так и прет. Но все было бы ничего, если бы он не был гипотоксичным. Разрушает им печень, поэтому спиртом питаться не стоит. Все процессы в живой клетке зависят от постоянного применения субстрата. Это высокоэнергетических фосфатов, таких как аденозин-трифосфорная кислота. Ну, это физиология, это биология даже девятый класс. Субстратами для этого производства аденозин-трифосфорной кислоты будут являться как раз жирные углеводы, при окислении которых и генерируется АТФ. В меньшей степени АТФ получается при окислении белка, потому что белок, на самом деле, он не энергетический субстрат. Он все же субстрат какой? Пластический. И он служит не для образования энергии, а для обеспечения пластических нужд организма. В норме мы с вами часть белков, жиров и углеводов запасаем в виде гликогена и жиров. Это самое такое неприятное свойство нашего организма, в том плане, что очень тяжело найти первобытного человека или люди, которые только на заре нашей цивилизации, скажем так, которые были бы полные. Почему? Потому что они ели ровно столько, сколько необходимо было для того, чтобы потратить энергию на то, чтобы добиться новой пищи. То есть у них было идеальное равновесие между анаболизмом и катаболизмом. Хватил кусок мяса, съел его, надо бежать за следующим куском мяса. Мы с вами пришли домой. Взяли кусок мяса, взяли какую-нибудь там тарелку с картошкой, съели, сели перед телевизором, уснули. Как вы думаете, куда делится все то, что вы съели? О, вот здесь это все появится в виде жира. Организм – существо запасливое, он это немедленно-немедленно складирует в себе. Потом мы все ходим в спортзалы, в фитнес-клубы, бегаем, пытаемся сесть на диету и так далее, и так далее, для того, чтобы скинуть вот этот самый жир. А я могу вам открыть одну тайну. Жир, который запасен, особенный жир на передней брюшной стенке, крайне тяжело расходуется организмом. Вы можете потратить все запасы и жира, и белка в организме, а остаться в таком достаточно тощем, но с пухленьким животиком. Очень тяжело он разрушает жировые мембраны, и очень тяжело расстается с запасенным. Ну, жадный вообще организм, на самом деле. Раз запасился, до тех пор, пока уже совсем до конца, вот тогда буду тратить. Итак, нормальное распределение участия субстратов в производстве энергии такое. 60% долевое, максимальное участие принимают в энергетическом обеспечении организма, безусловно, углеводы, то есть мы все с вами углеводистые. Создание 30% за счет жира, но они и наиболее эффективны в плане энергетического изграмма, вы помните, жиров, да, сколько образуется, 9 килокалорий. Вот, и всего 10% на энергетическое обеспечение приходится на белки, потому что, если еще раз повторюсь, это пластический материал, далеко не энергетический. Как же можно это померить? У нас, у вас, у всех существует называемый основной обмен. Это тот обмен базовый, который происходит в организме человека, когда он в покое. То есть мы когда с вами спим, это не значит, что мы как ящерицы останавливаемся, холодеем и все остальное, у нас постоянно происходит обмен. Каким же образом можно этот основной обмен измерить? Ну, наиболее достоверный, наиболее правильный, это метод измерения в специальной камере. Физиология нормальная, второй курс, нам всем рассказывали, как можно измерить основной обмен. Это то количество энергии, которое выделяет человеческое тело для того, чтобы нагреть проходил литр жидкости за определенное время. Для этого индивидуумы кладут на кровать специальную камеру, как калореметр, в который проходит вода. Вот за сколько он ее нагреет и на сколько он ее нагреет, можно будет посчитать, какой у него или какая величина основного обмена. Ну, понятно, что представьте себе пациента со всем его оборудованием засунуть вот в эту камеру на сутки, подождать, сколько он нагреет конкретно пациент. Такой метод, он чисто физиологический, он существует для научных целей. Есть еще один вариант. В настоящее время для пациентов методом определения уровня основного обмена или называется еще энергозатраты покоя, наиболее эффективным является метод непрямой калореметрии. Могу вам сказать сразу, что есть несколько различий в понятии основного обмена, энергозатраты покоя и общего обмена, потому что разные авторы по-разному приводят те или иные определения. Ну, чтобы мы с вами не путались, я под основным обменом подозреваю, что энергозатраты индивидуума, который лежит, не двигается, но бодрствует открытыми глазами и минимально совершает движение. Некоторые авторы считают, что это энергозатраты покоя. Кто-то говорит, что это называет основным обменом. Но это, опять же, такая немножко несостыкованность понятия, но чтобы вы были в курсе. На чем основана непрямая калореметрия, вообще метод непрямой калореметрии? На том факте, что при сжигании энергетических субстратов выделяется тепловая энергия, которая может быть измерена. Процесс горения освобождается потреблением кислорода и выделением углекислого газа. Восьмой класс – химия. Что делаем, чтобы сжечь субстрат? Любой. Берем углерод, чтобы его сжечь, что надо добавить к углероду? Кислород, совершенно верно. Получится что? Берем углерод, совершенно верно. Вот на этом методе и основана непрямая калореметрия. Все очень просто. Сколько потребил пациент кислорода и сколько после этого выделил углекислого газа? Очень хитро. Помимо того, чтобы понять конкретную величину основного обмена, который измеряется в килокалориях в сутки, принципиальная система определения уровня основного обмена методом непрямой калореметрии. Вдыхаемый воздух пациентам проходит через датчик потока, который, соответственно, потом СО2-анализатор, О2-анализатор, О2-анализатор – это, как правило, гальмонический элемент, СО2-анализатор – это фотометрия сихи. И, соответственно, мы по потоку количеству можем определить количество уже в миллилитрах. Мы получив только величину обмена, на этом не успокаиваемся, потому что при разных состояниях разные субстраты участвуют в энергообеспечении. Для вычисления долевого участия каждого из субстратов в производстве энергии рассчитывается так называемый респираторный коэффициент – RQ. По-английски респираторный коэффициент по-английски звучит. У нас он переведен в разной литературе по-разному. Где-то он звучит как респираторный коэффициент, мне больше нравится, где-то он называется – дыхательный коэффициент или ДК. Собственно, суть от этого не меняется. Данный принцип на что построен? На знание того, что каждый субстрат при окислении потребляет определенное количество кислорода и выделяет определенное количество углекислого газа. И, соответственно, по отношению выделенного углекислого газа к потребленному кислороду мы его считываем респираторный коэффициент. И вот он в норме составляет 0,9-1. При этом энергетическое распределение такое, как я вам показывал. 60% на углеводы, 30% на жиры и 10% на белки. Все, что выше единички, от единички до 1,2 – это будет липогенез. Это мы чрезмерно кормим пациента или кормимся сами. То есть, если мы получаем у пациента 1,1 респираторный коэффициент, значит, пациент вместо того, чтобы расходовать эту энергию, будет ее запасать в жир. Голодание. Теперь перейдем к тому, о чем хочется рассказать. Значит, голодание, оно бывает простое и стрессорное, чем они отличаются. Простое голодание является результатом того, что вам просто-напросто не дают элементарной пищи. Ну, скажем, 3 дня мы с вами не едим. По разным причинам. Нет еды, не хочется идти в магазин, заперли квартиру, уехали, тоже остались без еды. Ну, разные причины. Не дают просто еды. То есть, индивидуум еды не получает, наступает простое голодание. И есть голодание при стрессе. Мы едим так же, а при этом наступает белковая энергетическая недостаточность. Причем гораздо более тяжелая, чем при простом голодании. Вот достаточно забавный феномен. Итак, простое голодание. Пищу, прием прекратили. Первые трое суток секреция инсулина падает. Поднимается секреция глюкогона. Все помнят глюкогон, что делает? О, гликогенолиз стимулирует. Да, высвобождение гликогена из ткани в основном печени. К чему все это приводит? К тому, что происходит липолиз, гликогенолиз. В ходе липолиза высвобождаются свободные жирные кислоты. Гликогенолиз через какое-то время, а именно через 24 часа, заменяется глюконеогенезом, потому что гликогена в печени хватает на 12-24 часа. И он заменяется таким процессом, как глюконеогенез, который производит из аминокислот эндогенную глюкозу. А свободные жирные кислоты разрушаются до кетонов, которые в будущем будут участвовать в энергетическом обмене организма. В процессе простого голодания, должны вы четко себе понимать, общий белок и альбумин уровень, как правило, не снижается. А уровень трансферина снижается незначительно. Почему? Потому что у нас с вами простое голодание запускает механизмы именно адаптации организма к тому, что произошло. Первоначально, безусловно, и метаболизм увеличивается. Первоначально и белковые потери достаточно значительные. Но как только организм переходит на энергетическое обеспечение субстратом, таким как кетоны, а прежде всего это головной мозг, организм постепенно компенсирует потери и снижает их до очень небольших. То есть человек может испытывать голодание достаточно длительное время. За счет кетонов будет основной энергетический обмен, и эндогенная глюкоза будет поддерживать основные необходимые незаменимые функции, без которых организм не может без глюкозы. Ну, соответственно, головной мозг, и то, я еще раз повторяю, он переходит все же на энергетическое обеспечение кетонами красной кровяной тельцы. Респираторный коэффициент у пациентов, которые находятся в простом голодании, у человека, который находится в простом голодании, 0,7-0,8. Это означает, что окисляются жиры и белки в основном для поддержания необходимого энергетического потребления организма. Было такое проведенное исследование. Посмотрите, исследование довольно пожилое, в 50-м году. 32 здоровых молодых добровольцев мужского пола в течение 24 недель соблюдали диету, обеспечивающую, заметьте, не так уж как бы мало, две трети нормальных энергетических потребностей индивидуума. Потеряли 23% исходной массы тела, из них было 71% – это жировая ткань, 24% – оно клеточное в том плане, что мышечная ткань. Вследствие такого голодания испытания, испытываемо отмечали снижение мотивации и толерантности к физическим нагрузкам. Работать совсем не хотелось. Соответственно, те, кого заставляли работать, работать было не очень просто. В отличие от простого голодания, стрессовое голодание приводит к гораздо более фатальным последствиям. Что такое стрессовое голодание? Это возникновение белково-энергетической недостаточности при нормальном потреблении пищевых субстратов и воздействии на организм, стрессового фактора. Ну, какие стрессовые факторы на организм являются? Безусловно, это травмы, наиболее тяжелые – это политравмы. Сюда же входит черепно-мозговая травма, она достаточно серьезно воздействует на организм, увеличивая продукцию, увеличивая энергопотребление субрахноидальное кровоизлияние, безусловно, ожоги, сепсис, кровопотери и инфекции. Метаболический ответ на стресс протекает в три фазы. Еще в 1932 году сэр Дэвид Катберсон написал протекание «Метаболический ответ на стресс». Первая фаза – отлива, МВБ-фейс или раннейшоковая фаза, когда происходит снижение метаболизма. Флоу-фейс или фаза прилива, когда наступает, собственно, самая разрушающая катаболическая фаза. И следующая фаза – реконвалисценции или фаза анаболизма, когда организм начинает восстанавливаться, если он пережил всю эту ситуацию. Шоковая фаза длится в течение 12-24 часов, до 48 часов может быть продолжительность. Флоу-фаза спустя двое суток до 14-21 суток, и дальше, спустя 21 сутки, то есть достаточно много, три недели, наступает фаза реконвалисценции или анаболическая фаза. Но учтите, что это при условии, что стрессовый фактор один раз случился, и через три недели только запустится анаболизм. В ходе стрессового ответа происходит выброс большого количества цитокинов, таких как интерлекин-бета, 1-бета, интерлекин-6, интерлекин-8, фактор некроза опухоли, кто помнит, как он еще назывался, когда вы пока открыли, он назывался кофективным, то, что он делал с организмом, он, собственно, вызывал истощение, и катаболических гормонов адреналина, норадреналина, дофамина и глюкогона. К чему все приводит? К тому, что формируется так называемая нейроэндокринная стресс-реакция организма, которая протекает вот в эту ЭВВ-фейс, в эту фазу отлива. Запускается протеолиз в периферических камнях, наступает отрицательный азотистый баланс, глюконеогенез стимулируется точно так же, как при простом голодании, но там задачи у глюконеогенеза сейчас расскажу немножко другие. Увеличены энергозатраты покоя или основной обмен, задерживается жидкость, возникает инсулинорезистентность и мобилизируются все субстраты, и глюкоза, и аминокислоты, и жирные кислоты. Каким же образом цитокины влияют на организм в ходе стресса? Смотрите, интерлекин-1, прежде всего, это лихорадка, потому что он и был открыт первым, поэтому он первый, и, собственно, он был четко связан с лихорадкой. То есть он запускает один из самых главных перигенетических механизмов. Повышается синтез глюкозы, за это ответственны интерлекин-6, факторы микроза опухоли. Меняются макроэлементы, потеряется на фоне этого мышечная масса и жира, теряется аппетит и наступает апатия. Это тоже нам спасибо интерлекину-6, факторы микроза опухоли. Острофазные белки увеличиваются, увеличивается продукция разрушающих оксидантных молекул, возникает нейтролепидемия. Все это влияет на все три звенья обмена. Это и на белковый обмен, и на липидный обмен, и на углеводный обмен. Развивается вот такая вот красивая картинка, которая потом приведет нас к синдрому гиперметаболизма, гиперкатаболизма. Нарушение каждой ветки мы разберем отдельно. Изменение углеводного обмена. Что с ним происходит? С метаболизмом углеводов. Травмы иницируют резкое увеличение производства эндогенной глюкозы. Больше 150% свыше контрольного уровня. Основными потребителями глюкозы являются в организме иммунные клетки, фибробласты, геннулиционные ткани, головной мозг. Прежде всего те ткани, которым невозможна доставка питательных веществ кровью. Из-за того, что там еще отсутствуют капилляры. И швензированные ткани, поврежденные ткани и так далее. Из-за чего первоначально вот такая вот, ну казалось бы, реакция организма. Зачем увеличивать на 150% выработку, повышать метаболизм и выработку глюкозы, эндогены стимулировать. Причем, сейчас расскажу, она ведь невозможна ее перекрыть никаким другим образом. Невозможно извне заместить вот этот вот процесс. А потому что организм это объект, который не надеется на окружающую среду. Он не ожидает, что ему со стороны принесут какую-нибудь еду. Первобытный человек находил другого человека, своего врага. Он у него отобрал ягоду, когда они собирали вместе. Он бил ему по башке дубины. Поверьте мне, вот этому, которому дали по башке дубины, никто больше еды не принесет. И организм рассчитывает только на себя. Он отползает и тихо пытается пережить то, что с ним случилось. Из-за этого формируются такие ответы. Из-за этого организм начинает стимулировать выработку собственной глюкозы. Это эволюционный режим сохранности, сохранения. Гликогены, которые есть, я еще раз говорю, 12-24 часа может только снабжать организм глюкозой. Потом на глюконеогенез. Собственные белки, эндогенная глюкоза в качестве источника энергии для гипоксических и воспалительных тканей. То, что я вам говорил, да? Заживает раны. Для заживающих ран, в которых митофондрии еще не развиты. И там, где свободные жирные кислоты, не могут достичь клеток. Из-за отсутствия капилляр. То есть углеводный амин полностью переключается на внутренний резерв. Из-за этого формируется стрессорная гипергликемия. Потому что разрушение идет большой ткани организма для производства эндогенной глюкозы. Растет глюкоза в крови. В 1877 году Клод Бернар описал развитие гипергликемии при генерагическом шоке. А недавно полученные данные докажут, что даже умеренная гипергликемия приводит к гораздо тяжелым, более тяжелым повреждениям в миокарде и в головном мозге. В исследованиях на крысах, в котором изучалась закрытая черепно-мозговая травма, обнаружено, что гипергликемия обостряла травму сопутствующей ишемии. Таким образом развивается гипергликемия стрессорная. Если в норму мы с вами в кишечник конфету положили, глюкоза выделилась в печени, глюкоза поступила в печень под действием инсулина в мышце, глюкоза поступила в мозг без всякого инсулина. Там клетки готовы были принять ее без всякого инсулина. То, когда происходит критическое состояние, ту же конфету в кишку положили, глюкоза выделилась, а в печени есть катаболический гормон, эндерликины, фактор микроза опухоли. Инсулин заблокирован, глюкоза в огромном количестве поступает в головной мозг, который повреждает его, катаболические гормоны, которые не дают возможности в мышцу впасть в соответствующий образом энергетическую субстрату. Вот и все. И посмотрели, что оказывается пациентов, у которых гипергликемия была выше, гораздо хуже выживали, чем те пациенты, у которых гипергликемии не было. Для сокращения катаболизма белка также показано использование инсулина для поддержания жесткого контроля глюкозы в крови во время критических состояний. На эту тему идут довольно большие споры, в каких пределах держать глюкозу у пациентов в критическом состоянии. Потому что слишком жесткий контроль вызывает гипергликемию и тоже не менее серьезные проблемы, в том числе с головным мозгом. Но и отсутствие такого контроля и слишком расхлябанное отношение к этому процессу тоже может привести к достаточно тяжелым последствиям. Так, каким же образом менять липидный обмен? Липиды разрушаются до свободных жирных кислот. Но для чего они разрушаются? Если при простом голодании липиды разрушались до свободных жирных кислот, чтобы потом из них получить кетоны и перейти на это энергообеспечение, то 80-90% энергии, получаемых из свободных жирных кислот, расходуется на поддержание или даже увеличение глюконеоргенеза, создание эндогенных глюкоз. Жирные кислоты, которые освобождаются жировой калий, нечастично окисляются в печени и мышцах, что может также привести еще хуже к жировой температации печени, мышечной калий, особенно если мы пытаемся заместить пациенту эндогенную глюкозу экзогенной при непрерывном введении больших доз глюконов. И очень низкий терп вырубки кетонов, то есть организм при стрессовом голодании не переключается на кетоновый обмен. Как же меняется белковый обмен? Аминокислоты высвобождаются в циркуляцию в периферических тканях, которые производятся преимущественно из разрушения мышц, вместе с глицерином, который является основными субстратами для производства эндогенной глюкозы в печени, для процесса, собственно, глюконеоргенеза. И степень катаболизма белка при сепсисе тяжелой травме, то есть при тяжелом стрессе, является очень большой, достигает 260 грамм белка в сутки, это примерно килограмм мышечной ткани. То есть в сутки такой пациент теряет килограмм мышечной ткани. Очень много. Если распад белка будет таким образом продолжаться, а мы ничего с этим делать не будем, то есть не будем кормить пациента, ну пускай он переживает свою проблему так, как он ее переживает. Ткани мышц мы быстро израсходуем, и это будет очень тяжело потом в будущем пациенту на реконвалистенцию. Если человек теряет 30% общего азота и боли, он происходит смертельный исход. А так происходит препятствие перевода СВЛ на самостоятельное дыхание и восстановление организма. Утяжеляем, усложняем жизнь и реконвалистенцию пациента, который так блестяще мы с вами спирировали. Респираторный коэффициент в ходе стрессового голодания составляет 0,8-0,85. Это микс-диета, то есть все субстраты участвуют примерно на одном уровне. Да? Все. И вилки, и жиры, и углеводы. Все участвуют в образовании энергии. В ходе этих изменений и формируется синдром гиперметаболизма, гиперкатаболизма. Смотрите, каким образом В.М. Луфт определяет это состояние. Это не специфическая системная реакция организма на повреждающий фактор, в основе которой лежит дезорганизация обменных процессов, характеризующая увеличением потребностей организма в энергии и нутриентах, при одновременно часто имеющейся толерантности к ним клеток организма, что сопровождается большими потерями азота, явлениями, заметьте, такая фраза звучит, аутоканнибализма. То есть сам себя человек что делает? Ест. И быстро прогрессирующий без белковой энергетической недостаточности. Патофизиологические аспекты синдрома гиперметаболизма и гиперкатаболизма такие. Повышенное потребление кислорода, формирование аномальной экстракции кислорода периферическими тканями, развитие тканевой дизоксии, гиперпродукции углекислоты. То есть это еще более утяжеляет состояние пациента в критическом состоянии, которое мы еще обстоим, мы так блестяще прооперировали. Повреждение происходит с желудочно-кишечного тракта, метаболическая дезорганизация, то, что мы с вами просто посмотрели, и отрицательный азотический баланс. То есть идет разрушение собственных тканей организма. Повреждение ЖКТ выливается при синдроме гиперметаболизма и гиперкатаболизма к синдрому кишечной недостаточности, который описан профессором Поповым. Самое страшное, к чему все это приводит, потому что помимо того, что секреторные переваривающие, всасывательные барьерные функции кишечника нарушаются, приводит это к неконтролируемой транслокации микробов и возникновению эндогенных инфекций, пневмонии больничных, то, что мы с чем мы должны бороться, большое количество плетонийных токсинов в кровь и выключение в конечном итоге кишки из межуточного обмена. Вот таким образом развивается синдром кишечной недостаточности. К чему это приводит? К тому, что мы пациента опять погружаем в инфекционные, вторичные уже осложнения. Не потому, что мы так плохо за ним смотрели, да потому, что мы его кормили на самом деле, не так правильно, не упустили что-то. Это тоже один из важных и очень серьезных вопросов, которые надо решать в ходе лечения пациента в критическом состоянии. К чему это все приводит? К тому, что белковая энергетическая наностаточность формируется, а это увеличение пребывания больного в стационаре, а это увеличение смертности, а это увеличение инфекционных осложнений, увеличение длительности искусственной вентиляции легких. Более того, то, что я вам сказал, пациент запускается, у пациента порочный круг, из которого его вырвать крайне тяжело, очень затруднительно. Случилась какая-то катастрофа, ну, здесь суборагмедальная кровь, черепно-мозговая травма, любой другой стресс. Возникло, наверное, воспаление или системный синдром системной воспалительной реакции в ответ на инфекционный агент. Произошел катаболизм, в результате этого ослабилась иммунная система, потому что белковая энергетическая недостаточность, появилась старичная инфекция, заново запустила вот этот метаболический каскад, который мы с вами посмотрели интернет, на шестые, первые, фиакции микроза опухоли, и заново синдром системной воспалительной реакции запустил катаболизм, белковая энергетическая недостаточность, снижение иммунной системы. А я вам говорил, что если один раз случился ответ на стресс, только через 21 день наступит реконвалисценция. Чувствуете, да? А мы в ходе того, что происходит, можем еще раз, еще раз, еще раз запускать, отодвигая, отодвигая, отодвигая пациента, вот, выздоровление. Ну, и хочу с вами поделиться такими данными, которые проведены у нас уже в клинике. Как меняется основной обмен в ответ на нейрохирургическое, неосложненное вмешательство. Нейрохирургическое вмешательство, ну, во всяком случае, в нашей клинике, это мимоинвазивная микрохирургия, в которой все оперативные вмешательства проводятся под микроскопом, с минимальной кровопотери. Но как же реагирует на них организм? Известно, что на большую, серьезную хирургию, такие как перитониты, такие как удаление большого отрезка органа или органа целиком, организм, такие данные описаны, организм отвечает точно таким же стрессом. Но как же отвечает на такое вполне неосложненное нейрохирургическое вмешательство? Значит, всего было исследовано около 25-30 пациентов, из них в исследование попало 15 пациентов. Все эти пациенты были с кровопотерей менее 500 мл, все эти пациенты собирались суточной ночи на трех точках измерения, до операции, через 24 часа после операции и через 48 часов после операции. И всем забиралась кровь на гормоны, общий анализ крови, формировалась биохимия крови и проводилось исследование основного обмена или энергозатрат покоя медленной непрямой калориметрии. Вот таким образом определяется пациентам на самостоятельном дыхании энергозатрата покоя, вот такой приборчик называется, метаболограф или система анализа газообмена метаболизма. Вот такая вот полуоткрытая маска ТЭН, которая соединена контуром с датчиком потока, который, собственно, и анализирует вдыхаемый-выдыхаемый кислород. Вот этот черный проводок, который тянется, это специальный вентилятор, который позволяет пропускать весь поток выдыхаемый пациентам. Такие маски легче переносятся пациентами, особенно у которых клаустрофобия или у которых есть нарушение, проблема с нарушением, допустим, носового дыхания, и они начинают задыхаться в обычных масках. В этой маске они задыхаться не начинают и, в общем, достаточно спокойно, хоть и такая достаточно скуха на лице переносит исследование. И посмотрите, вот пациент, группа до операции интерлекин-6, то, что я вам говорил, посмотрите, она была в норме, норма до 6, там, грамм, по-моему, или не кредит, я уже не помню, норма до 6. Посмотрите, сразу после операции, какие цифры интерлекина-6. Средние цифры где-то к 40, и они продолжаются и через 48 часов после операции. Основной обмен, посмотрите, хоть, к сожалению, статистически достоверных данных у нас не получилось, но, тем не менее, тенденции просто налицо. Более-менее нормальный обмен. Посмотрите, в процентах от нормы около 100% колеблится до операции. Посмотрите, четко фаза отлива снижается где-то к 95% и затем заново возвращается в чуть более высокие параметры 105%. Ну, то же самое вы, соответственно, вот видите на собственно основном обмене. 1600 килокалорий потом снижается и затем заново повышается. Респираторный коэффициент тоже реагирует на эту ситуацию, то есть большинство пациентов имели респираторный коэффициент в пределах в среднем 0,8, 0,87, 0,9 в среднем, то есть окисляли свою нормальную глюкозу, как мы с вами. Затем этот респираторный коэффициент снижался до стрессовых цифр 0,83, 0,85 в среднем. И дальше только он потихоньку видно нам отметилась тенденция к возвращению его в нормальное состояние. Таким образом реагировала белковая показатель белкового обмена в организме альбумин и трансферин с нормальных цифр падали достаточно серьезно. И если еще вопросы какие-то можно было бы задавать на первые 24 часа, ну там все понятно, у вас альбумин или трансферин падает, потому что пациент до этого пил сам, а на операции ему вливали жидкость, то через 48 часов, когда пациент уже полностью компенсированный пьет сам, тем не менее остаются достаточно сниженные цифры, достоверные статистически сниженные цифры альбумин и трансферина. Посмотрите, потери азота точно так же. В норме они были в районе 2, немного, 2 грамма азота, норма где-то до 6 грамм азота, мы спокойно переживаем, то они подлетали в среднем к 14 граммам азота и только начинали потихоньку снижаться через 48 часов при условии адекватного приема пищи пациентам. А пациент у нас зачастую где-то в 40-50% случаев отказывается от первого приема пищи, потому что у него горло болит, его тошнит, ему плохо после операции. Это достаточно серьезно. Не покормили пациента в первые сутки, можем получить потом достаточно серьезные проблемы. То есть пациента, даже перенесшего малоинвазивное микрохирургическое и нейрохирургическое вмешательство, надо подготавливать к операции, особенно если это плановая операция. И безусловно надо проследить за его питанием в будущем. Как же еще вам могу показать такой небольшой клинический пример, как отвечает организм тяжелую черепно-мозговую травму. Черепно-мозговая травма, как ни странно, я вам открою секрет, это оказывается не плановая ситуация. Человек был 30 секунд назад без травмы, ему дали по голове кирпичом, он стал с травмой. То есть подготовиться к этому ситуации, к этой ситуации практически невозможно. Но посмотрите, какой у пациента основной и того же введено уравнение Харриса-Бенна, дикторасчитанное по антропонетрическим показателям. Посмотрите в первые сутки. Во-первых, обмен повышен, а во-вторых, посмотрите, какая потрясающая вариабельность. Угадать, какой конкретно сейчас обмен у пациента очень тяжело по расчетным параметрам. А уж тем более по расчетным параметрам точно нельзя сказать, какая же структура у пациента метаболизма, то есть какие энергетические основные субстраты участвуют в его энергетических потребностях. Посмотрите, как тяжело протекает потеря азота. Азотистый баланс в первые сутки травмы достигает отрицательных значений, как минус 30 грамм. это катастрофа. До минус 30 грамм азота теряет пациент и только-только конденциозно 30-ти этим суткам выходят более-менее положительные цифры или цифры, которые более-менее совместимы с жизнью. Вот тот большой провал на самом деле это была проблема заново заболела инфекцией. До какой степени зыбка это состояние. Поэтому пациентов оказывается даже нейрохирургически необходимо кормить. Спасибо за внимание, глубоко уважаемые коллеги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok